Говоря о Великой Отечественной войне, хотелось бы, конечно, еще раз вернуться к теме о роли церкви. Конечно, есть сухие факты о том, сколько там денег собрано было церковью, как на деньги, собранные на приходах, и не только на территории свободных фашистов, даже в оккупированных районах собирались средства, немногие оставшиеся золотые и серебряные изделия. Собирали их, отправляли в фонд обороны через линию фронта или собирались у нас на приходах. Люди приносили буквально последнее, шили одежду, варежки, лепили пельмени в Сибирь, отправляли их на фронт. Церковь собирала деньги, была построена целая толковая колонна в Митрии Донской, собирали даже деньги на эскадрилю Александр Невский. Ну, на эскадрилю денег не хватило, но несколько истребителей закупили. Вот новосибирцам, как, наверное, приятно узнать о том, что эти истребители, американские, аэрокобра, куда даже золото-то пошло, туда, американцам, по Ленд-Лизу, были куплены эти истребители, аэрокобра, и они были в дивизии Александра Ивановича Покрышкина, парня из нашего города, родившегося у нас, в Новониколаевске, в день иконы Божьей Матери, именуемой Благодатное небо, 6 марта или 19 по новому стилю. Благодатное небо, в день такой родился наш с вами святой. И вот еще один символ, мы говорили с вами о начале войны, как день всех русских святых. Александр Иванович Покрышкин, величайший летчик Второй мировой войны, организатор воздушного боя, родился в день памяти иконы Божьей Матери Благодатного неба, и не забывал это, будучи верующим человеком. Начало контрнаступления под Москвой, 5 декабря 1941 года. Этот год, 800-летие рождения князя Александра Невского. Представьте символизм, наступление под Москвой начинается в день его памяти. Киев, мать городов русских, взят в день Казанской иконы Божьей Матери, также к смутное время прекращено было, вот в тот день, 4 ноября 1612 года. И таких символических дат очень много. Но уж самый главный символ, конечно, это победа Великой Отечественной, пришедшаяся на Пасху. А вот парад победы был 24 июня 1945 года, а это был день Святой Троицы. Вы представляете себе, удивительная вещь. Это вот символы, показывающие нам, что Господь не оставлял нас своей милостью, потому что за нас оттуда, в Царстве Небесное, молились наши сами святые. Вот сам день всех святых в земле русской просиявших. Вот этот день вечером накануне, в субботу, служится удивительнейшая вечерня, на которой священник прочитывает имена всех прославленных русских святых. Это простое перечисление длится около 45 минут. Простое перечисление наших святых, в том числе, кстати, и воинов, Александра Невского, Дмитрия Донского, князя Юрия, князя Глеба, а сейчас уже прославленного Шакова и непрославленных многих святых. Ведь у нас каждого в роду есть святые. Вот те из наших с вами родных и близких, наших с вами предков, которые жизнь отдавали за Отечество, служили ему на гражданском, ни военном, ни поприще, ведь они за нас, Богу молятся. Вот это силище, которое за пределами этого мира, мы-то что, сколько нас и сколько за нами, продолжателями чьих дел мы должны являться, являемся ли мы таковыми. И вот эта сила, молитвенная, духовная сила оказывалась нам, а главное, люди были воспитаны, воспитаны были идеи самопожертвования. И была составлена особая молитва по образцу молитвы, образца 1812 года, где обращались русские люди, в каждом храме уцелевшем служили службой и обязательно читали эту молитву. А потом храмы же начали открываться, когда тут произошла такая парадоксальная вещь, когда гитлеровцы захватывали нашу землю, то многие храмы открывались люди сами. Ну что, большевики ушли, коммунистов нет. Ну храм-то стоит. Заколачивали фанеры разбитые стекла, вычищали храм. Находился батюшка, который прятался от большевиков, освобожденный, может быть, даже из концлагеря, из тюрьмы. Начиналась служба. Было открыто 13 тысяч храмов, причем в оккупированных областях. Что происходило? Ну, советская власть уходила, вместе с приходом Гитлера. А храмы, которые были разоренные, униженные, но они же были. Находились и священники, которые, может, недавно освобождены совсем из тюрьм, из лагерей. И возобновлялось богослужение. Батюшка служил на два, на три храма на оккупированных областях. Наступает Красная Армия, освобождает территории. Опять закрывать храмы. Как-то рука не поднимается. Мало того, в 43-м году произошла очень интересная встреча Сталина с оставшимся на свободе митрополитами. Их осталось, на территории советской зоны, осталось всего три человека. И вот Сталин вдруг приглашает их к себе. На самом деле, конечно, шли с таким трепетом. И Владыка Сергий, Николай, Алексей, что нас ждет? Зачем он нас вызвал? И Сталин сам-то не знал, как построить разговор. Разговор не ладился. Но все-таки как-то Сталин, ну, вот мы вас позвали, хотели бы выяснить, может, вы имеете в чем-то нужду. Митрополит Сергий говорит, ну, конечно, нужда есть. У нас очень не хватает священников. Храмы открываются, а священников не хватает. А где ваши священники? У вас их так было много до революции. Товарищ Сталин умел вопрос задавать. Что ему ответить? Товарищ Сталин, так ваши же опричники их. И нельзя это. Не только не политкорректно, а это действительно контрпродуктивно и бессмысленно так отвечать. И митрополит Сергий говорит, ну, товарищ Сталин, действительно, у нас было много семинаристов, много семинарий, духовных академий. Мы учили молодых ребят, чтобы они были священниками. А они потом маршалами Советского Союза становились. Сталин рассмеялся, говорит, да, я семинарист. Я вас, Владыка Сергий, помню. Вы приезжали к нам, будучи инспектором духовных училищ, приезжали к нам в Тбилисскую духовную семинарию. А помните такого преподавателя? Да, вот это надо, да. И лед такой, как бы, непонимание был. Растаял, начали общаться, вспоминать. Хорошо, товарищ Сталин говорит, ну, давайте, Владыка Сергий, что вы хотите? Нам надо открыть хотя бы духовное училище. Нет, открывайте семинарии, академии, чтобы все было как до революции. Что вы еще? В чем еще? Как вы вообще живете? На что? Где вы питаетесь? Где покупаете продукты? Как мы? Мы же ведь самые, как они? Тунеядцы. У нас нету ни карточек, мы лишенцы, у нас ничего нет. На чердаке Лоховского собора, там небольшая келья, где мой кабинет. Не, ну так не пойдет. Нет, ну нет. Надо помочь. Церковь как-то. И вот тоже юмор Сталина. Сталин отдает для нужд Московской патриархии, тогда еще патриарха-то не было, но для нужд русской церкви отдает бывшее германское посольство. То есть посольство-то уехало, да, с начала войны. А посольство-то стоит, там средства связи, поищущие машинки, автомобили в гаражах. Ну, я отдал патриарху, там до сих пор кабинет патриарха в Чистом переулке в Москве. Вот так вот. Да, карточки продуктовые, бензин, лимиты, шофера, все вам дадим. Молитесь, Владыка, молитесь. Понятно, что у Сталина были еще какие-то свои политические идеи, что совсем уж не выглядит перед глазами мирового сообщества, которым мы стали налаживать отношения уж совсем каким-то мурдалаком. Но вы знаете, интересная вещь, вот не будем тут кривить душой, вот этот факт позволяет некоторым бессовестным людям и таким людям, не очень глубоко разбирающимся в существе вопроса, утверждать, что вот Сталин создал русскую православную церковь. Нет, родные мои. Наоборот. Сталину с начала войны пришлось признать свое поражение в этой многолетней войне с церковью. Моральная мощь, духовная мощь, нравственная, историческая мощь церкви оказалась ему нужна. И он проиграл в этой битве. И Сталин не создавал церковь, а он смирился с тем, что она победила в этом столкновении. И действительно были открыты многие храмы. Наш Вознесенский собор, Новосибирск. Он тоже был открыт в 1943 году. Он был превращен в овощное хранилище. Там было в зернохранилище. Но вот приказ Сталина вернуть, готовую эксплуатацию храма церкви, вернули. Там иконостат стоит до сих пор 19 века. И вот начали служить. Огромное количество бывших монахов из разорванных монастырей шли на фронт. Один из таких монахов по имени Пимен дослужился званием майора во время Великой Отечественной войны. А потом был патриархом Пименом московским. А сколько людей потом приходило. А сколько у нас наших, новосибирских священников, прошедших войну потом. Ну, они тогда священниками-то еще не были. Семи репрессированных, униженных, оскорбленных. Но потом, после войны, они становились священниками. Это и иеромонах Иосиф, отец Валентин Бирюков, и отец Александр Смолкин, и многие другие церковные священнослужители. Вот не такой только лишь вклад был осуществлен церковью в войну. Не только вот ручками, ножками, деньгами, проповедям помогала церковь. Еще раз возвращаемся к тому, что русский народ на протяжении тысячелетий своей истории был воспитан, нравственно, духовно был готов к подвигу, который называется самопожертвование. Вот помните, может быть, такое стихотворение Константина Симонова? Ты помнишь, Алеша, дороги Смоленщины, как шли бесконечные злые дожди, как ринки несли нам усталые женщины, прижав, как детей дождя и груди, как снова себя называли солдатками, как следом шептали «Господь вас спаси!» По русским обычаям только пожарищи за нашей спиной раскидав позади, на наших глазах умирали товарищи, по русской рубаху рванув на груди. Что это за странный жест, когда человек рвет на груди рубаху, косоворотку, тельняшку? Что он там обнажает? Что он показывает, являет своим противником, вдохновляет себя на подвиг? Крест. Не у всех крест был на шее во время Великой Отечественной войны. Кому-то зашивали в подкладку, кого-то он лежал в комсомольском билете, или даже вырезали там, потом на фронте, из консервной банки, из каких-то деталей. Но крест этот был как способность к самопожертвованию. Вот в эти пасхальные дни, так или иначе, пасхальные, праздник, троица-пятидесятница продолжается. В эти пасхальные дни мы вспоминаем, ведь не только воскресение Христово, ведь Пасха, она же трехдневная. Пасха – это еще и смерть Христова. На кресте мы видим Бога, который умер за нас, который вынужден был прийти на землю за нас с вами, в Рождестве Христовом, оставить нам на земле церковь, и победить смерть. Но сначала с ней нужно было сразиться. И вот помните слова, которые нам напомнил митрополит Сергий? «Больше ты олюбинит уже иметь, а еще ты душу положит за други свои». Нам нельзя забывать эти слова. У нас эти слова трансформировались в поговорку «Сам погибай, товарищи, выручай». Когда ты погибаешь, спасая жизнь ближнего человека, умирая за отечество, душу свою отдаешь за братьев своих, ведь по сути дела ты, так или иначе, может быть, даже не отдавая себе отчета, повторяешь подвиг. Подвиг Христа. Крест – это символ любви Бога к людям. «Ибо Бог так мир возлюбил, что Сына Своего отдал на смерть, дабы всякий еще не погиб, но имел жизнь вечную». Вот это понимание того, что любовь – это не только мне, а это я, вот это понимание, которое было сформировано всей русской историей, всей русской православной цивилизацией, она впечатана в сознание, даже в бессознательность русского человека, способной жизнь свою отдать. Поэтому и писали на штыках, штыками на стене Брестской крепости «Умираю, но не сдаюсь». Ведь смысла никакого, немцы уже Смоленск взяли, а он пишет 26 июля 1941 года «Умираю, но не сдаюсь». А помните, вот вроде фильм художественный, в бой идут одни старики, как одни из героев, бросая свой подбитый, горящий, охваченный пламя нестребитель, бросает скопление вражелонов с криком «Будем жить, ребята! Жить будем! Как же ты жить-то, когда ты погибаешь?» Ладно, это художественный образ, а вот вам прямой пример. Был такой кинорежиссер Алексей Учкин, ну, малоизвестный, он чаще был на вторых ролях, ну, работал с Чухраем знаменитым, тоже, кстати, фронтовиком. И вот он был фронтовиком, командиром взвода, и он после войны написал такую повесть «Автографическую амбразуру», где он писал о том, что заставил его броситься на амбразуру. Да-да, он один из тех, кто повторил подвиг Александра Матросова, бросившись на амбразуру вражеского ДОТа. Но он выжил, несколько человек выжило, удивительно. И вот он, что заставил его броситься на эту амбразуру? И вот он сам писал в этой повести «Амбразура», поднялись его ребята в атаку, заговорил пулемет, полягут все, не возьмут высотки, аж закроют ее пасть гад. За други своя, откуда-то пришли слова, в слабеющее тело, и он бросился на пулемет, схватил его за подствольник и выдернул его на себя, и очередь пришла с ним в грудь, опрокинула его. Ребята подбежали, немца добили, но командиры потащили уже, хрантья, аж зашевелился живой. Выжил в той войне, прожил большую достойную жизнь. Но вот эти слова, которые он произнес, за други своя, откуда-то пришли слова, в слабеющее тело, нет больше той любви, когда кто душу положит за други своя. Эти слова он слышал, а бабушка водила его в церковь, молодого, пионера, может, октябренка. А он запечатлятались, эти слова у него в сердце. И он совершил этот подвиг, как и другие миллионы людей, жизнь отдали. Вот мы пишем на памяти, как бессмертен тот, кто отечество спас. В каком смысле он бессмертен? А в прямом. Они, кто жизнь отдали за нас, кто вслед за Христом отдали жизнь свою, за други своя, они сегодня за нас, дураков, Богу, молятся. И вот это на века останется с нами, если мы останемся с ними, если мы будем достойной их памяти. И наши враги прекрасно это понимают. Я вот как-то однажды прочитал в английской газете, ну как, не в газете, конечно, я переводной текст в интернете ношу. Вот описание, какой-то анализ политического, экономического ситуации в стране. И в том числе этот английский разведчик рассуждает очень интересно. Он говорит, история этой страны многое объясняет. У них есть такие вот монументы, там вот имена павших, которые пали в боях за лого того, как эти люди, вообще даже пришедшие сюда, эти имена прочитали. Вот у них здесь же, говорит, описывает он монумент под городом Красноярском, тут же рядом стоит Троицкая церковь, сюда приезжает свадьба, совершается обряд венчания. А потом молодые люди в самый радостный день своей жизни идут возлагать цветы. Куда бы вы думали, говорит англичанин, куда идут наши молодожены возлагать цветы? Памятник упавшим. Идут на монумент слава воинам, сибирякам. И англичане это поражают, никто их не заставляет этого делать. Все идет у них изнутри. Вот в этом сила русских, а не вядерной боеголовки не в бочке с нефтью, когда мы помним своего бога и помним своих героев. Вот дай бог, чтобы это было с нами. Дай бог, чтобы эта война, которую мы уйдем, сменится поколение. Мы помним Куликово поле, мы помним поле Бородина, мы помним окончание смутного времени, мы помним наших героев, и мы должны помнить Великую Отечественную войну, начавшуюся в день всех русских святых и заканчивающуюся на Пасху. И парад победы был на День Святой Троицы. Давайте будем помнить об этом. Будем помнить о том, чьей силой, чьим благословением была одержана эта победа. Будем помнить это и реализовывать это в сегодняшней своей жизни. Мы с вами победим. И собственные свои грехи и для Отечества наше будем полезны. И оставим своим детям, внукам эти великие святыни. Если забудем их, предадим забвению наша традиционная духовно-нравственная ценность, формула такая есть, но она же заключена в конкретных вещах. Честь, совесть, вера, заповеди, которые мы соблюдаем, либо даже не знаем их. Вот в этом заключается залог будущих побед либо сегодняшнее наше поражение. Давайте будем действительно достойны не просто памятью своей, а делом жизни своей, молитвой своей. Будем достойны памяти наших великих предков. В этот день, 22 июня, день памяти и скорби, мы тоже будем молиться о упокоении этих миллионов-миллионов людей, которые воистину, исполняя завет Христов, может быть, даже не отдаваясь в этом отчета. Но говорили, сам погибай, товарищи вручай, нет больше, когда кто душу положит за други свои. На том стояла и стоять будет русская земля. Помоги, Господь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова